Непобедимые богатыри и простые крестьяне, джины и великаны, охотники и звери в работах адыгского художника Теучия Жаката удивительным образом переплетаются с вымыслом и моралью. В них, как и в любимых авторам легендах и сказках, воплотились вечные ценности кавказского народа, его мудрость и традиции. Теучия Жакат называет себя сыном трех матерей – Адыгеи, Кубани и Грузии. Каждый из них оставил отпечаток своей культуры, дал богатейший опыт, который сформировал его как личность и как художника. 15 апреля по инициативе Совета Адыгахаса Кашхабльского района этот удивительный человек побывал в ауле Кашхабль. На столь значимые мероприятия были приглашены министр культуры Республики Адыгеи Магомед Кулов, глава района Заур Хамирзов, доктор исторических наук Джабраю Микулов, атаман Станицы Кужорской Никола Никонов, председатель Адыгахаса Амин Непшикуев, работники структурных подразделений администрации района, жители, старейшины, члены общественных организаций. Целью визита в Кашхабль художника послужила миссия по безвозмездной передаче картин в библиотеку аула Кашхабль. Причиной этого явилось самое большое количество жертв геноцида уроженцев аула Кашхабль. Открыл и вел мероприятие начальник управления культуры Рауф Хурья. Здесь представлены разные люди. Это жители района, гости. Эти люди пришли сюда, чтобы встретиться и познакомиться с человеком, который в сущности, по инициативе которого мы сегодня здесь все собрались. Это Кат Теучеш Мадинович. За свою долгую трудовую работу он заслужил очень много... Он заслужил много наград и званые. Я не буду перечислять их все, я назову главные. Выше этого званим на стране быть не может. Это народный художник России. Его кончество известно не только у нас в стране, но и до сих пор. Далее слово предоставили главе района Зауруха Мирзову. Я желаю здоровья, чтобы вы много-много лет творили на благах родной Альгеи. История – это такая наука, которую если забыть, если которую неправильно понимать, она выстреливает и выстреливает в лучшую сторону. И вот о таких трагических событиях мы должны помнить и чтить, чтобы в дальнейшем эти события не имели места в жизни, чтобы мы им не дали шанс повториться. Затем на трибуну поднялся министр культуры Республики Адыгей Магомед Кулов. К нашему вниманию сегодня предложена персональная выставка народного художника России Теучей Жаката, посвященная жертвам красного террора. Как уже было озвучено, это щедрый жест действительно народного художника не только нашей Республики, но и всей России, за что мы ему очень благодарны. На сегодняшнем мероприятии также присутствуют наши добрые соседи из Краснодарского края. Это говорит о том, что мы выражаем пожелания, чтобы подобные трагедии оставались только в исторической памяти и не повторялись никогда. С очень трогательной речью выступил атаман станицы Кужорской Николай Никонов. Уважаемые старики, уважаемые старейшины, уважаемые казаки, братья Адыги и гости Аула Кашихавы, батюшка. Многовековая история нашей жизни на Кавказе была насыщена огромными событиями. Это была радость, были трагические события. Но вот такое событие, как Адыги и казаки, два народа, одна судьба. Выражаю глубокое уважение и благодарность, что пригласили на это мероприятие. С исторической справкой давно ушедших событий выступил Джабраил Микулов. Историческая наука пережила немало трудных моментов, но обрела свое лицо, взрастила свой потенциал исследователей. В оттверждение этому является наша сегодняшняя встреча, посвященная трагическому моменту истории Адыгеи в сентябре 1918 года. Представители духовенства высказали свою мысль в отношении этого мероприятия. Амаби Даутов выразил соболезнование, а отец Геннадий поведал о том, что его семья тоже пережила подобное. На правах организатора этой акции слово взял председатель Адыгахаса Амини Пшикуев. Сегодняшнее мероприятие не носит ни национального характера, или, хотим подчеркнуть, именно адыгов. Эти страшные события, они коснулись многих национальностей. И сегодня наша задача состоит в том, чтобы четко уяснить, по какой причине эти страшные трагедии произошли во многих населённых пунктах, на каком основании эти люди пострадали, и что мы в конечном итоге, как мы можем на эти вещи смотреть. В заключении с ответным словом выступил главный герой этой акции Тючешкат. Я много слышал о Хавауч Мухаммаде, прекрасном музыканте, композиторе, уже все сказали. Я последний нарисовал его образ, его портрет. До этого я ещё не видел, кто он есть. Я пофантазировал и решил, что такой сильный и смелый человек должен обладать недюжиной силой. И физическим здоровьем, и интеллектом. Нарисовал, уже всё было готово, когда я увидел его портрет. Сегодня его родственник подходил. Вот, пожалуйста, и он говорит так, я его прямой родственник. Такой же родственник, похожий на него. И что я удивился, фотография, фотографию с натурой, что снимались, сравнил с моим рисунком. Один к одному, полная аналогия. Только разница в папахахах. А папаху может поменять каждый день 20 раз любой человек. Так что я интуитивно угадал образ знаменитого человека. И вся эпопея моя закончилась портретом, фигурой вашего земляка Ауджин Хамеда. Главе администрации Кашихабрского района Камирзову Заур Раскорбевичу с пожеланием долгой жизни и доброго здоровья. Теучешкад, 15 апреля 2016 года. АУ Кашихабр, Роспись. Слово было предоставлено всем желающим высказать свою мысль.